Волгоградские аграрии все чаще выращивают на своих угодьях, несвойственные для региона культуры. Клубника, абрикосы и даже персики. А в одном из хозяйств Среднеахтубинского района уже начали собирать урожай малины. Репортаж Виктории Конышевой. Ароматная, красивая, а главное полезная. Малину в этом хозяйстве уже второй год выращивают в промышленных объемах. Сорт ягоды полька, ремонтантный. Это значит урожай здесь будут собирать до поздней осени. Это польская селекция. Малина только-только начинает плодоносить. Очень сухие ягоды, транспортабельные, крупные. Вот второй год вегетации, она видите какая уже крупная. На четвертый, пятый год она будет еще крупнее. Там ягода 4-5 грамм. В хозяйстве Елены Тупиковой уже несколько десятилетий выращивают овощи. Огурцы, томаты и лук. Идея выращивать ягоды появилась несколько лет назад. Малина – это нетрадиционная культура для нашего региона. Ягоды вообще у нас не принято в промышленных объемах выращивать. Но хотелось попробовать. Интересно получится. Знаю, что некоторые фермерские хозяйства занимаются земляникой очень успешно. Ну, почему бы малины не попробовать? Ну, второй год у нас получилось. Видите, какая получилась красавица. Вырастить малину в сухом и жарком климате непросто. Однако здесь трудности не боятся. Елена признается, если об овощах она знает практически все, то здесь приходится учиться. У нас очень жарко. Малина любит влагу, любит затенение. Ну, где найти в поле затенение? Поэтому на следующий год мы будем устанавливать здесь стойки и будем закрывать малину сеткой. Специальная сетка для ягодников. Чтобы она, малина, не обгорала. Здесь есть на некоторых кустиках, на некоторых ягодках видно, как обгорает ягода на солнце. Это солнечные ожоги? Это солнечные ожоги, да. Это уже брак считается. Мы такую малину, естественно, уже не собираем. Сейчас урожай в среднем составляет 600-700 килограммов с гектара. Всего малиной занято 3,5. Спрос на ягоду большой. Она отправляется на местные рынки, в кафе и рестораны. А в будущем планирует реализацию и за пределы региона.